Друзья, роутер Asus RT68U, во-первых, красивый, во-вторых, мощный, в-третьих, Wi-Fi 6, в-четвертых, с функциями NAS сервера, с Download Master, с DLNA сервером, короче, ребят, такой прикольный роутер, и сегодня он попал к нам на обзор на канал Технозон, так что поехали. Вообще, вы знаете, редко когда сочетается вот такой вот прикольный классный дизайн и мощность, включая какие-то возможности расширенные. Но начнем с интерфейсов. Здесь есть у нас 1 гигабит, 4 гигабитных LAN порта, USB 3.0, USB 2.0, кнопка включения-выключения, WDS Reset и разъем питания. Спереди у нас, во-первых, у нас дизайн, видите, он становится как башня, но при этом, знаете, что у нас сверху такая прикольная, кант, блестящий, с диодными индикаторами, три антенны поворотными, три поворотных антенны, то есть вы можете их размещать как угодно. Чем же заинтересовал данный роутер? Ну, во-первых, у нас здесь внутри двухъядерный процессор 1.8, у нас Flash 256 RAM 512, формула беспроводной сети 2.4 и 5 Гц 3х3, то есть здесь есть поддержка MU-AMO, есть поддержка OFDMA 1024 QAM, здесь есть поддержка всех передовых технологий Wi-Fi 6, то есть это 802-11 AX роутер. Слушайте, что мы получили в результате тестирования? Мы с вами получили чистый гигабит, то есть здесь гигабитный порт, и мы получили чистый гигабит как через LAN порты, так и через Wi-Fi 6. При этом Wi-Fi 6 именно на 5 ГГц, то есть Wi-Fi 6 на 5 ГГц нас удивил тем, что при отдалении на наших стендах, то есть у нас есть определенная дистанция отдаления через две двери, одна из них металлическая с несущей стеной, с капитальной, мы получили падение всего лишь 28%, то есть мы это все покажем, и нам пришлось даже усложнять тест, потому что 5 ГГц у него действительно работает мега шикарно. 2,4 ГГц нас удивили скоростью в 200 Мбит, в непростоятельной близости от роутера, то есть близость от роутера это диаметр где-то метров 5-6, и при отдалении у нас было падение, там 60-70%, но 25-30 метров. То есть для квартиры данный роутер подходит более чем идеально. 2 USB порта, хорошая реализация, то есть в один USB 3 порт вы ставите вот в этот вот, вы ставите вот в этот, вы ставите жесткий диск или SSD, а в USB 2 вы ставите модем, допустим, 4G, либо ставите туда принтер-сервер, то есть он поддерживает это все, то есть вы можете спокойно его использовать именно в таких вариантах работы. Плюс, вот этот вот жесткий диск вы можете расшарить стандартными средствами этого роутера для доступа через интернет, через DDNS, через фирменную сумму, которую поддерживает этот самый роутер. Есть поддержка Samba с каким-то невероятным копированием больше 100 Мбит в секунду. Есть у нас поддержка Time Machine для Apple, есть поддержка iTunes, DLNA, это значит, что через DLNA вы можете смотреть фильмы на смарт-телевизорах без привлечения смарт-эвбокса. При этом вы можете закачивать это все с помощью такого роутера на своем, допустим, ну через Transdroid настроить этот Download Master, зашли на какой-нибудь трекер, закачали фильм, вернее, закачали саму раздачу, закинули файлик раздачи в Download Master в этот роутер, и он сам закачает этот самый фильм, а вы просто на телевизоре потом включите и через DLNA сервер спокойненько посмотрите. Это очень удобно, действительно удобно. Поэтому роутер хорош, ссылки в описании под видео, и прежде чем я дальше уже буду переходить на тесты, хочу сказать, что он отлично еще подходит для построения мэш-сетей на базе этого самого Asus, на базе роутеров Asus, потому что он может быть как и мастер-роутером, то есть может быть хабом, так же может быть компонентом этой самой мэш-сети. Ну, я уже не говорю о поддержке IPTV, допустим, которая реализована через Multicast, и всех остальных плюшек, которые присущи данным роутерам. Нам он очень сильно понравился. Теоретическая максимальная скорость, ну, судя из его, допустим, маркировки AX2700, теоретическая максимальная скорость 2,7 гигабита, и если вы спросите, что такое теоретическая максимальная скорость, это максимальная скорость всех устройств внутри сети. Это не значит, что он будет наружу выдавать 2,7 гигабита. Нет, это значит, что при подключении, допустим, во всех диапазонах, через LAN, через 2,4, через 5 и одномоментной работе, внутри сети может быть достигать скорость 2,7 гигабита. Ну, так уж маркетинг работает. А в целом роутер мега крутой. Хорошо, подписываемся, нажимаем колокольчик, мы уже переходим на тесты, ну, а также участвуем в розыгрыше ценных призов подарков, и ссылочка на условия лежит там же в описании под видео. Но сейчас я говорю вам халубанг, ребята, это же бугуль-гумы роутер AC68U от Asus на канале Технозон. Поехали. Друзья, в случае с Asus'ом тестировать особо нечего. Знаете почему? Потому что я сейчас запускаю, смотрите, вот, это тест на Амстердам через интернет, через LAN порт, то есть мы сейчас тестируем LAN на WAN, и мы здесь получим максимально возможную скорость, и это, смотрите, сейчас разгонится 940 мегабит, 950, то есть это 950 плюс служебный трафик, это ровно честный гигабит. Поэтому по проводу, ну, у меня, кстати, ко всей линейке Asus по проводу вообще никаких вопросов нет. То есть обычно, ну, 940 на 940, еще раз запустим, обычно вообще решаются какие-либо проблемы при включении с проводом. Но у нас же здесь еще и Wi-Fi 6, поэтому мы сейчас еще и Wi-Fi 6 потестим. Ну, вот, смотрите, он стартует там ниже и поднимается 950 стабильно, 940, 950. Отличный результат. Давайте мы отключаем этот самый провод и подключаемся через, вот, смотрите, подключаемся через Wi-Fi. Конечно же, начинаем с 5G нашего интернета, вернее, не интернета, а Wi-Fi. Подключено, поехали на тот же самый Амстердам. Тестируем и на Wi-Fi 6 мы получаем 835, 951, все тот же гигабит. Это Wi-Fi, ребята. То есть данный роутер реализует максимально возможную скорость, которую ему дают. То есть я, конечно, расстроен, если бы здесь был порт 2,5 гигабита, вообще цены ему не было бы, но есть что есть. Хотя и гигабит это я просто балованный, я считаю, со своими 10 гигабитами линии. Ну, вот, смотрите, он набирает 957, 936. По Wi-Fi 6 ГГц, ой, 6 ГГц, 5 ГГц Wi-Fi 6 у меня тоже претензинит. Что мы теперь делаем? Мы теперь тестируем 2,4. Давайте, Asus подключаемся на 2,4. Проводим все такой же тест, только, наверное, потоков уменьшим, потому что 2,4, откровенно, давайте, 30. 2,4 у него ширины канала, просто не хватит для 80, например, потоков. И здесь сколько? 200 мегабит! 200 мегабит, да. 2,4, 2,4, смотрите. То есть это 2,4, мы опять же, ты станем сразу же 200 мегабит. Ну, мы понимаем, что здесь MU-IMO 3х3 в 5 ГГц, 3х3 в 2,4 ГГц, и мне нравится, абсолютно нравится. Теперь, тестируем дальность покрытия и Wi-Fi на Wi-Fi, допустим. Wi-Fi на LAN нам нужно еще проверить. Давайте мы сейчас здесь включаем LAN. Подключаемся на моем смартфоне на этот самый Asus. Давайте на 5G для начала. Давай, давай, подключено. Все отлично. И в данном моменте мы поднимаем сырвачок для того, чтобы мы могли протестировать максимально возможную скорость с Wi-Fi на LAN и оценить падение, которое там может быть. Давайте 192, 168, 50, 50, 118. Это, давайте, 80 потоков. Оу-ой-ой, порт не тот, порт не тот. Алярм, алярм. Так, стартанули. Поехали. 979, 680, 899, 752, 920. Ну, короче, ребят, это тоже практически максимальные цифры. То есть, у него там есть плавающая составляющая, потому что это все-таки смартфон. 644, 458. Многовато потоков, я считаю, надо опустить 931, надо опустить до 60. Ну, это хорошая скорость. На самом деле, это хорошая. Давайте потоков до 60 опустим и посмотрим, что у нас получится. 700, 900. О, выровняно. 700, 900, 900, 700, 700, 900. Есть как есть. Давайте 5 на 5 ГГц проверим. Так, куда мы там подключились? Давайте, Asus 5 ГГц. Стартуем все так же на тот же сервер. В 5 ГГц сети мы получили с вами падение до 400-300 Мбит. Это нормально, до 60%. Он спокойно, то есть, в районе 60% падения. Ну, так устроена технология 5 ГГц у Wi-Fi. В районе, в пределах одной точки, да, то есть, с 5 ГГц на 5 ГГц мы будем получать в среднем 60% падения. Мы можем еще раз запустить этот самый тест и получить все те же самые показатели. Ну, есть как есть, ребят? Это не Asus виновата, технология виновата. Во всех роутерах будет такое падение. Только у некоторых больше, у некоторых меньше. Хорошо, давайте теперь мы включим обратно LEN и протестируем на один поток и дальше уже будем тестировать на удаление. Давайте один поток тестируем здесь. Сейчас, Анечка, ты нам нужна. Так, в один поток мы имеем с вами в среднем 300 Мбит. Мы сейчас итоговый получим, и Аня сейчас идет у нас, отходит на 25 метров через одну металлическую дверь с капитальной стеной, плюс еще одна стена с деревянной дверью, и там уже в общей сумме мы будем с вами понимать, насколько у нас упадет. То есть, для нас этот тест говорит о том, у нас есть определенные показатели, хорош роутер или плох, в зависимости от процента, на который он падает. Ну, вот мы видим с вами... Подожди, давай еще разик сделаем, потому что он начал расти 378 на один поток. Ну, мы должны среднее получить 391, 378. Да что ж ты коешь, куда ж ты растешь-то, а? Давай, 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 давай. Все, есть. Давай, отходишь, и мы будем брать от максимального значения. А? Два теста? Да, два теста будет, два теста. Ждем, пока она уйдет. Первая дверь закрыта, она идет ко второй двери. Ну что? Слышу, постучало. Стартуем. А падение-то минимальное. А падение-то минимальное вообще в пяти гигагерцах. Wi-Fi 6 в пяти гигагерцах. Мы берем от максимального значения 310 делим на 396. И что, у нас падение всего лишь на 21 процент? Ну, 21,8? Как-то маловато. Сейчас будем усложнять. Аня, возвращайся. Ань, усложняем. Уходим во вторую студию до третьего окна. Ребят, добавляется еще одна металлическая дверь и отдаление повышается, потому что у нас нет падения, нам трудно оценить. То, что в отношении других роутеров он хорошо себя ведет, то есть 28% падения, это вообще ни о чем. На таком расстоянии, плюс капитальные стены с металлической дверью. Сейчас она заходит за другой момент. Ну, я могу уже стартовать, в принципе. О, пошло падение. Вот, вот, вот. Мы, кстати, тестировали там одну точку доступа мощную. И, честно говоря, она себя показала примерно так же. Ну, это просто поразительно. Серьезно он говорит. То есть, это отличный показатель. Мы сейчас возьмем, по максимуму проверим. 249 разделить на 390. Ну, 43% это вот наша новая, наша новая точка, где мы меряем. То есть, здесь роутер показывает себя отлично. То есть, для квартиры он подходит идеально. Ань, нет, ну, не надо. Было падение, но он очень хорошо себя ведет. Давай мы переключимся на 2,4 ГГц. Нам нужно понимать, насколько он в 2,4 себя покажет. Сейчас, сейчас. На 2,4 переключаемся. В 2,4. Давай, 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 давай. Подключено. Стартуем. Такой же тест сначала здесь на одну, на один поток. Поменяем сейчас IP-адрес 153. Давайте, поехали. Ну, на один поток 100 мегабит. А в 2,4 это просто нечто. Конечно, по 2,4 он дает какой-то сумасшедший показатель. Давайте еще раз. Давайте 100, ну, берем от максимального 110. Отходи. Сначала сюда на дистанцию, потом, если понадобится, на вторую дистанцию пойдешь. Так, я думаю, она отошла до... Да, простучало. Все, поехали. В 2,4 у нас падение, ну, в среднем 60-50%. Кстати, да, в 2,4 мы все знаем, что Wi-Fi 6 роутеры работают в 2,4 хуже. Но при этом падение в 50-60% это абсолютно нормально. То есть он как бы держится в рамках, но мы понимаем, что такие роутеры уже для 2,4 не покупаются. У нас на расстоянии 25 метров две двери, одна из них металлическая, одна деревянная. А роутер в 2,4 в диапазоне падает на 60%. В принципе, мы с вами протестировали все, что нам необходимо. Давайте немного бегло пройдемся по нашему органам, по нашим органам управления. Смотрите, все то же самое. Стандартный набор, скажем так, ASUS-оводов. Это фирменная ASUS-операционная система для роутера, очень даже неплохая, с графическим неплохим интерфейсом. Мы видим, что у меня подключено 2 USB-3 устройства. Я специально подключил 2, но у меня нет USB-модема. Мне, кстати, Аня, запиши, пожалуйста, нам USB-модем приобрести. Потому что, по сути, здесь два USB-порта. На одном мы можем организовать жесткий диск для мультимедиа-центра, для даунлоуд-мастера. Сейчас мы дальше посмотрим. И второй, фактически, мы можем повесить туда 4G-модем. Если вы, допустим, связаны с какой-нибудь непрерывной работой, то 4G-модем просто-напросто для какого-нибудь экстремума. То есть, у вас пропал интернет, вам необходимо срочно работать, вы не потеряете свои данные, либо не потеряете непрерывный рабочий процесс. Но это классно. Здесь у нас есть варианты посмотреть состояние самого роутера. Есть у нас Smart Connect, общая информация о подключенных клиентах и об узлах Mesh. Да, роутер поддерживает Mesh, о чем говорит вот этот вот самый подраздел iMesh. Вы тут сможете добавлять эти самые Mesh-системы. В гостевой сети вы можете включить гостевую сеть в разных диапазонах. В iProtection вы можете управлять родительским контролем сетевой защитой. Есть адаптивный сервис QoS от распределения загрузки и различных скоростей. Мы можем включить с вами службу QoS и выбирать различные варианты. Допустим, адаптивный сервис QoS, традиционная служба QoS. Ну, адаптивный вообще очень прикольно, когда вы выбираете, допустим, игры, потоковое видео, вебсерфинг. Ну, это все очень такие, знаете, уже настройки для балованных пользователей. Обычно большинство пользователей включает и использует это все по умолчанию. Но адаптивный QoS у нас здесь есть. Есть анализатор трафика. И вот он, добрались до USB-приложения, где у нас есть фишка. iDisk. Очень классная штука. Это организация общего доступа к файлу на USB-накопитель через интернет. Через фирменный сервис iDisk от Asus. Ну, давайте мы его откроем. Смотрите, мы открываем. Права администратора нажимаем далее. Даем имя. Я буду использовать, ну, допустим, там будет. Технозон. Технозон. Asus.com.com Я старше 16 лет. Согласен. Подтверждаем. Ждем. И уже в самом iCloud вы можете выбирать, допустим, включаем доступ к USB-накопителю через интернет. Делать Smart Access. То есть включает сетевое обнаружение Samba для удаленного подключения. Это тоже очень удобная штука. А также позволяет синхронизировать USB-накопитель с облачными сервисами. Например, Asus Web Storage. Ну, это уже такая, знаете, маркетинговая штука, где вы на выбор. Можете пользоваться, можете нет. В беспроводной сети все, как обычно, с очень тонкими настройками. В 2.4 нам доступны режим работы N-Only Legacy. То есть мы можем с вами включать-выключать Wi-Fi 6 режим для 2.4. Также у нас есть поддержка режимов 20 на 40 МГц, либо 20, либо 40. Каналов у нас от 1 до 13 абсолютно стандартно. Есть шифрование WPA3. Это очень удобно. То есть роутеры на Wi-Fi 6 почему бы и нет. У нас есть поддержка WPS, WDS. Есть фильтрация MAC адресов. Настройка Radius. И в профессиональных настройках очень круто все. То есть здесь очень есть тонкие настройки, вплоть до схемы модуляции. Включение-отключение MU-IMO. И есть список блокировки перемещения. Очень классная тема, когда у вас объединен Mesh. Допустим, у вас есть Mesh-система при перемещении от узла к узлу. При каких? Вот давайте мы нажмем Да. И просто-напросто блокируете перемещение этих самых терминалов. В 5 ГГц все намного интереснее. Здесь конечно же есть AX-only, NAC, AX и Legacy. Есть у нас тоже включение-выключение Wi-Fi 6. Есть 160 МГц здесь нет. Каналы от 36 до 140. Да, до 140. Расширены их каналы автоматически. Есть поддержка также самая в WPA3. И те же самые VPS, VDS, списки блокировки перемещения в локальной сети. Все очень стандартно. Есть DHCP серверс. Можно строить статические маршруты. Есть поддержки IPTV. То есть мы можем выбрать профиль провайдера. Можем назначить на порт, допустим, вашего LAN. Назначить его порт как порт IPTV. В настройках интернет у нас есть поддержка статического IP. Есть PPP, OE, PPTP и L2TP. Двойной WAN. Есть реализация двойного WAN. Вы можете включить. И вторичный WAN задавать, например, через USB. То есть вы можете, кстати, через второй USB, можете подключить еще и сетевую карту дополнительную USB. И плюс у нас здесь, видите, балансировка нагрузки, либо отказоустойчивость. Но здесь необходимо, чтобы у вас была поддержка агрегации. Переключатель портов есть. Переадресация портов. Демилитаризованные зоны. DDNS и NAT PAST. То есть пробрасывание через NAT. Поддержка Amazon Alexa. IPv6. Есть поддержка VPN. Есть OpenVPN. IPsec VPN. И реализация через PPTP. Есть как VPN сервер, так и VPN клиент. Допустим, мы с вами можем добавить профиль VPN клиента через OpenVPN и поднять, допустим, тот же самый антизапрет на этом роутере. Есть BrandMower. В разделе администрирования вы можете выбрать режим работы, беспроводной роутер, режим точки доступа, режим повторителя MediaBridge либо узел iMesh. Обновление микропрограммы, настройки, управление настройками, обратная связь, приватность, системный журнал, сетевые утилиты. Но мы вернемся в USB приложение, потому что кроме iDisk у нас есть еще файл сервер. Файл сервер, ну давайте, есть как iTunes сервер, то есть для работы с Mac. Есть у нас Samba сервер. Вот у нас диски есть отображены, да, там BetaSera у нас, USB 3, вот папка Test есть. Сейчас будем пробовать подключаться. И общий ресурс в FTP есть. MediaServer это фактически UPnP MediaServer, который позволяет, допустим, на смарт-телевизорах проигрывать с вашего USB-носителя фильмы через UPnP. Очень удобная штука. Также в USB приложении есть сервер печати, поддержка 3G, 4G модемов. Ну давайте перейдем, здесь у нас все абсолютно стандартно. Для Asus, по крайней мере, есть Time Machine для поддержки Apple. И есть Download Master, это менеджер загрузки. Давайте его будем для теста использовать. Загрузка списков, вот у нас идет через USB приложение, установка Download Master. Вот, происходит, происходит загрузка его. Фактически данный роутер имеет какие-то базовые настройки, базовые функции NAS сервера. То есть, как называемый, так называемый бомжи нас в простонародье. Так, ну что, Download Master установился. Запускаем его. Это, ну давайте, авторизуемся. Вот он. Вот так вот он выглядит. Фактически, вы можете зайти на трекер. Мы все прекрасно понимаем, для чего это надо, да? Мы выбираем какой-нибудь фильм. Любой. Любой фильм. Давайте загрузим файл с раздачей. И в Download Master нажмем добавить. Здесь мы выбираем файлик, который загрузили. Применяем. И все, у нас пошла закачка этого файла. Ну отлично же, прямо в роутере. При этом вы можете настроить Download Master через внешние источники. Например, через Transdroid на вашем смартфоне. То есть, у нас сейчас пошла закачка, пускай идет. Но нам с вами необходимо еще проверить вот такую вещь, как Sambu Server. То есть, мы нажимаем обзор. То есть, просто-напросто выбираете подключение сетевого диска в Инде. Кто не знает, как это делается, могу показать. В вашем проводнике выбираете просто-напросто этот компьютер. Подключить сетевой диск. Давайте я выберу. У меня там есть папка как раз соответствующая, куда Download Master качает. Нажимаем обзор. Вот она, пожалуйста. Торрент. Нажимаем готово. И вот она у нас есть папочка. У меня здесь есть файлик. И мы с вами получили фактически подключенный Samba Server, Samba Disk. Ну, отлично. Слушайте, надо проверить еще скорость копирования. По скорости копирования. Ну, как мы видим, из торрент в рабочий стол. Из папки торрент в рабочий стол копируют 117. Многовато, как бы. Я что-то не очень, конечно, понимаю. Но, если это так, то это очень неплохие показатели. При этом ровненько экипируют. Мы копируем сейчас с SSD достаточно быстрого. То есть, это почти под гигабит. Сколько там? 118. Сейчас мы посмотрим. 118 на 8. Это 940 мегабит. Ну, да он на максимальную катушку раскрутил USB 3. Классно. Слушайте. Вообще огонь. Ну, что ж. Выходим. Резюмируем данное видео. То есть, мы, по сути, с вами получаем здесь отличный роутер с отличной возможностями. Переходим. Выводы. Выводы. Выводы простые. Роутер мы советуем. Это очень классный роутер за небольшую цену. Действительно, ссылочки в описании под видео. Вы можете пойти убедиться, что для такого роутера, с такими нас возможностями, какими-то базовыми нас возможностями, но они есть, вы, ну, не найдете нормальных конкурентов. Ну, либо, если найдете, то это будет не Asus. Знаете, очень сильно полюбил Asus в последнее время. Мы его рекомендуем. Если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет пальцев вниз, обязательно подписываемся. С вами был Бабл и Asus RT AX68U на канале Технозон. Пока.